В 2023 году газом обеспечат 55 населенных пунктов. На эти цели выделят 74 миллиарда тенге. Доступ к голубому топливу получат 160 тысяч казахстанцев. Об этом рассказал глава Минэнергетики Булат Акчулаков на заседании правительства. Кроме того, дальнейшую газификацию Акмолинской и Североказахстанской областей планируют осуществить путем строительства магистрального газопровода Сараар-Кам. Для газификации восточных регионов рассматривается два варианта. Это строительство газопровода по маршруту Костанай-Астана-Павлодар-Семей-Усть-Каменогорск и импорт газа из Российской Федерации в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли. В этом году мы планируем реализовать 76 проектов по линии газификации. В конце 2023 года уровень газоснабжения по стране ожидается на уровне 60%. По словам министра, принимается ряд системных мер по увеличению ресурсной базы. Ведется работа по устранению барьеров для подключения казахстанцев к газовым сетям. Экологически чистые энергоресурсы не только в мире, но и в нашей стране пользуются большим спросом, отметил Алихан Смаилов. Например, в прошлом году объем потребления газа составил более 19 миллиардов кубометров. По сравнению с 2020 это на 2 миллиарда кубических метров больше. Надо сказать, темпы подключения в некоторых регионах страны остаются на низком уровне. Главой государства поставлена задача довести газификацию страны до 60%. Голубому топливу должно быть подключено свыше 1800 населенных пунктов с населением более 11,8 миллионов человек. Данное поручение Министерством энергетики, компаниям «Казмуной газ» и «Казахгаз» совместно с Акимами должно быть исполнено в полном объеме. Кроме того, пора поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов. На отсутствие газораспределительных сетей жалуются остончане грагандинцы и акмолинцы. Глава Кабмина Алихан Смаилов поручил профильному министерству и фонду Самрук Казына подготовить окончательное решение до 1 мая. Особое внимание высокому износу газовой инфраструктуры. «Все вы видите ситуацию в Экибастузе и Рудном вследствие высокого износа теплосетей. При этом газовые сети находятся под более высоким давлением и несут более высокие риски. Основная масса магистральных газопроводов была построена 30 лет назад и требует больших капитальных вложений для безопасной эксплуатации». Этот вопрос должен быть на особом контроле о модернизации и своевременный ремонт газовой инфраструктуры в приоритете. В прошлом году общий уровень газификации республики составил 59%. Олег Шарашумов, Казбек Аркбаев, МТРК.